Надеялись, что не выживет. В Перми трое студентов пытались угнать автомобиль такси, при этом они буквально изрезали водителя ножом и бросили истекающего кровью мужчину умирать на заднем сидении его авто. Иномарку, припаркованную в кустах на улице танкистов, поздно вечером обнаружили случайные прохожие. В салоне на заднем сидении без сознания лежал истекавший кровью человек. Как заключили прибывшие на вызов медики, нападавшие били в шею и область груди. Несмотря на тяжелые ранения, мужчина выжил. Его доставили в больницу. Как выяснили следователи, пострадавший работал водителем в службе такси премиум класса. В тот день он подвозил трех студентов. Сотрудниками уголовного розыска установлены личности молодых людей. Ими оказались трое граждан Российской Федерации, обучающихся в одном из колледжей города Перми. Они ранее не судимы, характеризуются положительно. Один из студентов принимает активное участие в жизни курса. Эти кадры сняты в тот же день, камерами видеонаблюдения в подъезде одной из многоэтажек в индустриальном районе. Примерно через час после нападения. Трое хорошо одетых парней выходят из лифта. Один при этом крестится. Скорее всего, налетчики полагали, что потерпевшись такими ранениями уже не выживет. Как установили полицейские, студенты вызвали такси, чтобы доехать до улицы Семченко. А в конце поездки набросились на водителя и изрезали его ножом. Раненого перенесли на заднее сидение иномарки. Один из налетчиков сел за руль машины, и компания продолжила кататься. Но водитель не справился с управлением. Машина вылетела на бордюр. Из-за лопнувшего колеса ее бросили на месте ДТП. Свой зверский поступок один из подозреваемых объясняет так. Тот, кто предложил мне это, он хотел присвоить автомобиль себе. Последствия для дальнейшего использования в личных целях. Мне обещалось деньги в размере. Одно третье – это стоимость автомобиля. Очевидно, что участие в жизни курса несостоявшиеся убийцы теперь примут нескоро. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Не исключено, что следователи переквалифицируют их действия на более тяжкую статью. Татьяна Овсянникова, Телевизионная служба новостей.